Пенсионерка провалилась в колодец во время сбора урожая вишни. МЧП произошло в Калинковичском районе в деревне Гулевичи. Женщина встала на деревянный настил, накрывающий колодец. Но покрытие проломилось и пенсионерка оказалась в воде. Ей удалось схватиться за веревку, благодаря чему до дна 8-метрового колодца она не достала. Уровень воды там составлял 3 метра. Сотрудники МЧС спасли женщину и передали медикам. В госпитализации нужды не было. Вчера в полночь на перекрестке Победы и Кирова в Гомеле в ДТП пострадала пассажирка такси. Виновник произошедшего 29-летний водитель Ауди. Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в мимо проезжавший автомобиль с шашечками. Оба водителя не пострадали, а вот пассажирке такси не довелось доехать до места назначения. В результате происшествия, ехавшая в качестве пассажира, женщина 80-го года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сидении в автомобиле Volkswagen Passat, получила травму и была доставлена в Гомельскую областную клиническую комиссию. 10 тонн томатов, баклажанов, перцев и дынь попали под арест. Грузовой фургон с плодовощной продукцией правоохранители остановили на трассе в Добрушевском районе. Каких-либо сопроводительных документов у индивидуального предпринимателя с собой не нашлось. На груз наложили арест. А в отношении ИП начали административный процесс. Ему грозит штраф до 50 базовых величин с возможной конфискацией товара. Через несколько дней здесь же, в Добрушевском районе, на трассе М-10, задержали еще один автомобиль с незадокументированным грузом. На этот раз правоохранители раскрыли перевозку текстильной продукции. Товар на 77 тысяч белорусских рублей изъят. В отношении владельца груза составлен административный протокол. Оперативно-розыскные мероприятия привели сотрудников милиции в дом хранителя двух тонн цветного металла и 320 литров спиртосодержащей жидкости. Обнаруженное изъяли. В отношении хозяина начали административный процесс. А в Добрыше у местной жительницы нашли полтонны спирта и 70 литров контрафактной водки. На склад хранения милиционеры передали около 50 10-литровых канистр и 8 5-литровых. Для реализации уже были готовы и пол-литровки в стеклянной таре. Изъятую продукцию оценили в 4000 белорусских рублей. Владелица грозит штраф до 200 базовых величин с конфискацией изъятой продукции. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь на Беларусь-4. Продолжение следует...